Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 12 августа 2020 года. 14 мая 2020 года я сделала фильм на своем втором канале «Осознание 21 век. На что на Западе любит Горбачева?» «За что на Западе любит Горбачева?» Расшифровка кодов в рекламе пиццы. Я здесь привожу пример того, что Горбачев рекламировал пиццу «Хат». Это то, что он провел сатанистов, педофильщиков, адренохромщиков в нашу страну. Дал новые возможности пиццы «Хат». Кстати, в Москве есть такие вещи, когда вывески не просто пицца, а именно пицца-паста. Пишут «Паста». Паста – это тоже педофильские знаки. Таких вывесок в Москве несколько нам встречалось, по крайней мере, на наших прогулках. Вот я здесь делаю эту расшифровку рекламы пиццы. «Хат» адренохрома. И вдруг неожиданно мне встречается фильм «Россия-24», который, в принципе, подтверждает мою правоту. Правоту в том, что Горбачев не только агент был Запада и разваливал Советский Союз, он не только предатель по этому поводу, но самое страшное совершил. Он раскрыл Россию и наших детей для педофилов, мировых педофилов и адренохромщиков. То есть для элиты, вот сатанинской элиты мировой, он как раз их впустил сюда. То, что всё-таки в Советском Союзе, при Советском Союзе было им делать это всё. Это было. И у меня тоже есть доказательства тому. Ну, косвенные, естественно, косвенные такие моменты, намёки, знаки, не только в пицце Горбачёвской, вот в этой рекламе, но и других. Об этом как-нибудь, возможно, сделаю фильм. Но то, что Россия-24 косвенно подтвердила, сама того не понимая, связь Горбачёва с этой педофильской, сатанинской организацией. Каким образом? Так вот, месяц назад, месяц назад, вот 12 июля 2020 года по каналу Россия-24, видите, это его канал, такой ролик, где Лэпштейна всерьёз запахла политикой. Россия-24. И здесь говорят о том, что арестовывают Максвилл, вот эту Максвилл, вот она, вот эту даму, сейчас очень много всяких роликов в Ютубе на эту тему, дочь еврейского известного магната, которая была любовницей Эпштейна, известного педофила, остров Эпштейна и так далее. И вся элита с этим связана. Я не буду повторяться, потому что этого действительно очень много в Ютубе. Вот она была сутенёршей, здесь вот принц Чарльз, принц Эндрю, по-моему, сын Елизаветы, королева Елизаветы, несовершеннолетней. Вот она поставляла девочек элита. Каким образом здесь связь с Горбачёвым оказывается? Отец этой дамы, сейчас мы её найдём, этой Максвилл, вот её, она любимая дочь своего отца, который был бедным евреем, был в гетто, вот этот вот, потом стал, и золушка такая, то есть он из простых бедных евреев, вот из гетто, он попадает в Америку, там служба у него какая-то, и потом он организовывает своё типографское дело, типографию, и вдруг резко он становится вот таким вот магнатом, прям миллионером, мультимиллионером, и у него вот эта любимая дочь. Мы понимаем, что никакие мультимиллионеры ни с того, ни с сего не получаются. Сегодня это известно. Любой человек, который вдруг становится богат, вдруг резко, это не его талант, это не его какие-то заслуги, нет, он просто начинает сотрудничать с сатанистами. Причём сатанисты, получается, выбирают у них там тоже конкурс, потому что многие, наверное, хотят быть богатыми и готовы продать душу дьяволу за деньги, за власть. Да не у всех это удаётся. Даже у них есть конкурс. Вот он, по всей видимости, этот конкурс попал. Вот папаша, странная смерть у него была в 91-м году, но самое интересное, что он был знаком с Горбачёвым, с Горбачёвым. И, как мы понимаем, сегодня столько информации, что ничего случайного, просто так не бывает. Он уже был в деле и в теме. И наш товарищ вот этот вот, он тоже уже был в теме. Вот такое косвенное подтверждение связи Горбачёва с пиццей Гейт, с пиццей Хатт, с адренохромщиками, с сатанистами. Вот, пожалуйста, папаша. Известный это им Максвелл, которая, мировая сатинюрша, которая ввела Эйпштейна. Вот она. Она такая блатная-блатная девочка, непростая дама. Это небольшой сюжет, это то, что я хотела сказать, подтверждение. Вообще сейчас очень много интересной информации. Надеюсь, вам было интересно. Делитесь этим видео. Всех вам благ! Субтитры сделал DimaTorzok